вот вроде всех принял, что у нас сегодня? у нас сегодня Ахкарасик мы обсудим как строить сбор Ахкарасик, какую задачу он решает и постараемся подробно пройти сегодня хочется уяснить все детали, там их довольно много, про существенные ссылки, про длинные существенные ссылки, про ленивое построение, про построение автоматических процессов, обработки текста вот все эти детали хочется уяснить и в конце будет примерчик задачи, которую решает Ахкарасик давайте начнем что мы будем делать? мы будем искать несколько слов в одном тексте, несколько шаблонов формально задача звучит так, у нас есть несколько шаблонов k, штук, p1, pk, x суммарная длина n как раз именно суммарная длина будет характеризовать время работы, ну и размер бора и автомата есть текст, в котором мы хотим искать эти шаблоны текст специальным образом никак не предобработан, он поступает и хочется быстро искать все шаблоны в этом тексте его длина m как можно решать по-простому? можно взять линейный алгоритм, который мы обсуждали в прошлый раз, либо с использованием x-функции, либо z-функции kmp и поискать каждый шаблон в этом тексте поиск будет линейный от длины шаблона и текста, но так как поисков будет k штук, то текст мы будем проходить k раз вот хочется на этом сэкономить, тексты обычно длинные и получается тратить лишние km действий не хочется ахкарасик позволяет решить эту задачу за n плюс m плюс z, где z – количество появлений шаблона, то есть размер ответа если, ну, дело в том, что n и m, n – суммарная длина, m – размер текста, может быть меньше, чем размер ответа дело в том, что, ну, вот, например, как может быть какой-нибудь a, a-a, a-a-a, когда каждый шаблон является к существу другого шаблона или какой-то подстрокой этого шаблона и когда они все друг к другу, друг к другу там входят, то когда они появляются в тексте, сразу у нас большой ответ появляется и может случиться так, что на каждый очередной символ текста у нас может быть сразу несколько ответов вот поэтому z – размер ответа тоже здесь учитывается и оказывается, что не больше z – это вполне достаточно так, дальше вот, нужно построить бор по шаблонам и построить бор с суффиксными ссылками ну, это вот классический пример этого бора что такое суффиксная ссылка? суффиксная ссылка в боре, она указывает на самый длинный суффикс, который находится в боре который является преликсом в боре, то есть он является началом некоторой строки вот какие здесь примеры, здесь вот есть слово she – s-h-e сейчас я возьму здесь вот, как называется, приборчик вот есть вот ши, вот он так входит, да, s-h-e, у него есть суффиксная ссылка, то есть самый длинный суффикс, который входит в бор это вот h-e, сейчас у нас дальше еще один пример будет h-e, вот он тоже есть, да, у этого узла 2, у него нету более короткого суффикса, кроме пустого то есть нет здесь никаких строк в этом боре, начинающихся на букву i поэтому i не является неким префиксом, значит суффиксная ссылка ведет в корень здесь вот те, которые ведут в корень, а, вижу, там кто-то заходит те, которые ведут в корень, здесь они не обозначены на картинке вот сейчас, секундочку, ой вот пример еще his другой чуть-чуть h-e-s вот какие здесь есть суффиксы? i-s, вот i-s тоже здесь нигде не входит как тыффикс а вот s входит, вот он здесь поэтому, собственно, ссылка, ведущая из узла 7 ведет в узел 3 суффиксные ссылки всегда ведут на глубину как минимум на единицу меньшую, чем текущая поэтому по суффиксным ссылкам можно пройтись до корня да и потратить на это не больше, чем текущая глубина, от которой мы начинали еще один пример бора а, говорят, что некоторые люди войти не могут в комнату а, сейчас только что смотрел сейчас еще раз посмотрю ой как назад идти так сейчас секундочку попробую а, пошел не, вроде всех принял ага сейчас в чате что-то появилось ага, попросили про участников так еще один пример бора здесь просто более красиво отображено цветом abd он входит здесь и здесь поэтому суффиксная ссылка для подстроки i, j, abd для этого узла d она ведет вот сюда ну и соответственно все подстрочки этой строки abd которые здесь держатся они тоже ведут сюда вот и тоже ведет сюда вот у i, j получилось так, что они ведут на ссылаются на узлы, которые находятся в дереве в пути к этим i, j а для этих i, j в другом поддереве то есть может быть различная картина суффиксная ссылка не обязательно суффиксная ссылка ведет на другое на другое поддерево от корня может быть в том же поддереве суффиксная ссылка находиться так ну те которые в корень здесь просто сразу черного обозначены для этих i, j тоже суффиксная ссылка идет сразу в coin для ch для ch вот здесь находится вот как будет работать алгоритм мы будем строить этот бор с суффиксными ссылками и потом обрабатывать символ текста по одному как только мы обрабатываем очередной символ текста хочется сразу вывести все шаблоны которые мы смогли найти которые оканчиваются именно в этом символе например текста синенький 485 миллионов проехала по МЦК сегодня новость вышла за 4 года вот слово допустим мы хотим искать шаблонов среди шаблонов слово проехал и ехал когда мы будем очередные символы проходить по символу очередные символы будем проходить по тексту мы закончим когда на букве L вот хочется в этот момент вывести сразу шаблон проехал и ехал и тот и другой вот и видно что имеет смысл смотреть ровно те шаблоны которые являются суффиксами друг друга потому что если в этой в этом узле текст в этом в этом месте текста заканчивается сразу несколько шаблонов то так как они являются все куском этого текста то значит они должны являться суффиксами друг друга поэтому когда мы обработаем очередной символ нужно будет пройтись по всевозможным суффиксам текущего текущей строки которые мы в боре смогли по которым в боре смогли спуститься по всем этим суффиксам пройти и собрать те суффиксы которые будут терминальные то есть еще раз в этот момент допустим найдем шаблон проехал но вот этот вот шаблон проехал он содержит внутри себя другой шаблон ехал и вот нужно собрать пройтись по суффиксным ссылкам в этом боре сейчас мы еще один пример рассмотрим проходя от текущего шаблона от того где мы закончили в этом шаблоне где-то глубоко в деле мы находимся и вот нужно найти максимальную строку являющуюся суффиксом текущего шаблона да то есть тоже находящийся значит в боре который является другим шаблоном то есть нужно просто пройтись по суффиксным ссылкам и искать среди них те которые являются терминальным ну вот как бы устроена обработка одного символа текста что кто-то зайти не может а не может зайти да сейчас секундочку вижу да появилось строим вот когда мы находимся в самом длинном префиксе какого-то шаблона являющийся под строкой текста то мы может тоже такая ситуация случиться давайте на предыдущей строке посмотрим допустим мы могли находиться и допустим есть гипотетический шаблон ех вот мы сейчас прошли по слову про ех мы еще вроде не в терминальном символе но если бы был бы шаблон ех то в этом моменте в этом месте надо было бы его тоже вывести поэтому не обязательно находиться в терминальном узле дерева надо пройти все равно по суффиксным ссылкам и собрать все суффиксные ссылки которые являются терминальными еще будем разбирать этот пример просто в этом заключается алгоритм когда мы переходим по очередному символу а в этом боре если есть переход мы переходим по нему давайте сейчас сразу перейдем на третий пункт переходим по нему и выводим в ответ все шаблоны которые являются суффиксом текущей вершины то есть нужно полететь по всем суффиксным ссылкам найти все терминальные и обязательно их вывести в ответ если у нас нет возможности перейти по символу а другой вариант в другой случае если нет возможности перейти то что нам нужно куда нам нужно идти у нас получается что мы находимся в каком-то довольно может быть длинном куске бора и не можем по нему пройтись пройти дальше то есть следующий символ текста отличается например от того символа который находится в каких-то шаблонах которые продолжаются в этом дереве это значит надо найти максимальный суффикс какого-то другого шаблона по которому можно перейти на а по а но как искать максимальный суффикс надо переходить по суффиксным ссылкам потому что они уже они являются как раз способом найти максимальный суффикс вот поэтому в этом случае мы переходим вначале от вершины в в суффиксную ссылку f от v если там есть переход по а то все нормально если там нет перехода по а то переходим сушканную ссылку суффиксной ссылки и так далее это мы сейчас еще увидим еще разочек на примере и вот в тот момент когда мы дошли до того момента когда можно перейти по суффиксным из узла нашли суффиксную ссылку какую-то по которой есть переход по а вот тогда мы ее переходим это означает мы нашли шаблон который можно продолжить символом а причем нашли самый длинный из всевозможных вариантов после перехода выводим все, которые достижимы по собственным ссылкам и являются терминальными последний крайний случай, когда мы переходили по собственным ссылкам и дошли до корня и там не было перехода по символу a но это означает, что этот символ a никогда не является префиксом никакого шаблона тогда нужно перейти просто остаться в корне чтобы алгоритм сделать удобнее, можно сразу из корня переход сделать по всем отсутствующим символам сразу в корень то есть зациклить корень таким образом, такие вот используются в хаке красивые, чтобы чуть-чуть уменьшить алгоритм но там дальше в ленивой версии, по-моему, это не потребуется давайте разберем еще раз на примерчике возьмем то самое дерево, которое было выше в нем были шаблоны ABDK ABD, кстати, тоже был, потому что он является здесь промежуточным один шаблон является префиксом другого ABD является префиксом ABDK поэтому ABDK, H, I, J, N я их не буду перечитать, вот они здесь нарисованы их здесь всего 6 штук вот здесь один из пяти букв C, H, N, I, T здесь их два I, J, ABD, F терминальные, они помечены здесь красненькими красненькими, вот этот, вот этот, и этот, и этот, они терминальные вот пример текста, который хочется обработать и найти все шаблоны, которые есть в этом списке сейчас я проверю, что нет участников нету о, зато ввели чат да, терминальные ссылки я сейчас еще раз скажу это такая суффиксная ссылка, которая ведет не просто на какой-то суффикс являющийся префиксом некоторого шаблона она ведет в максимальный суффикс, одновременно еще являющийся терминальным это нужно потом, чтобы не хранить в каждой вершине все возможные ответы которые могут заканчиваться в этом то есть не хранить все индексы шаблонов, которые заканчиваются в этом месте а что можно было перейти по этим суффиксным ссылкам и найти иначе они будут дублироваться и размер бора станет больше, чем линейным это сейчас, чуть попозже, еще раз об этом расскажу давайте еще раз к этому примеру вернемся вот наши есть шаблоны и вот текст начинается с символа А начинаем по нему проходить вот А так, что мы делаем переход по А состоялся если здесь оканчивающийся шаблон в этом месте она терминальная? нет, не терминальная ссылка куда ведет? в корень все, там тоже ничего нет закончили обработку символа мы сделали третий пункт алгоритма переход и посмотрели все шаблоны, которые заканчиваются в этом символе А, их нету, все, пусто дальше переходим к следующему символу символу Б переходим оказался переход, ничего лишнего делать не надо сразу переходим смотрим, есть ли тут терминальные является ли совершенно терминальной? нет, не является, она не терминальная можно ли здесь не оканчивается никакой шаблон? можно ли перейти по суффиксным ссылкам к какой-то другой терминальной? смотрим, куда идет суффиксная ссылка отсюда она будет здесь построена, здесь она просто не нарисована она ведет просто сразу в корень отлично нет опять терминальных никаких никто не заканчивается символом Б под строке АБ ни один шаблон дальше приходит символ С здесь есть такой переход сразу по нему переходим отлично смотрим терминальный? нет переходим по суффиксной ссылке и ищем там терминальный терминальный? нет переходим по суффиксной ссылке корень терминальный нет. Здесь нет шаблонов. Следующий символ h. Is h опять нетерминальный. Переходим по ссылке здесь нетерминальный. Переходим по ссылке нет нетерминальный. Опять здесь ответа нет. Дальше переходим по символу n. Пытаемся перейти и оп, провал. Мы здесь не можем перейти. И вот там как раз второй пункт алгоритма, если нет перехода, то пытаемся найти наибольший суффикс в построенном воре, который является префиксом некоторого шаблона. Как раз переходим по ссылке и оттуда уже пытаемся перейти по a. Если нет, то пытаемся дальше искать. Есть ли тут возможность перейти по a? Вот переходим по ссылке, есть ли тут возможность перейти по n. А вот здесь есть переход по n. Отлично. Мы, перейдя только по одной ссылке, сразу нашли переход по n. Мы его выполняем. И все. Короче, кусок текста. Текущий мы нашли самый длинный элемент шаблона, который заканчивается в символе n из этого текста. Вот здесь вот. Это шаблон chn. Вот мы в нем в этом узле находимся. Есть ли тут терминальные какие-то ответы? Шаблона, являющиеся суффиксами chn. Нету. Не в нем. А суффиксы здесь идет сразу корень. Дальше символ i. Отлично. Потом символ... А, по символу i мы перешли. Смотрим, есть ли тут терминальные. Оп. Переходим сюда. Тоже не терминальные. Нету терминальных. Дальше смотрим на j. j. Вот здесь нет перехода по j. Значит, опять применяем второй этап алгоритма. Попытаемся по суффиксным ссылкам найти переход по j. Переходим по суффиксной ссылке i. А здесь есть переход по j. Все. Значит, сразу переходим. Здесь тоже нету никаких терминалов. Переходим дальше по a. Тоже нет. Есть сразу переход. А терминалов нет. Переходим по b. Терминалов нет. Давайте проверим. Да, нету. Потом переходим по d. Отлично. У нас кое-что появилось на самом деле. Мы переходим дальше по суффиксной ссылке и смотрим. Ага. Здесь, оказывается, терминальная вершина была на существенной ссылке. Отлично, мы ее в ответ заносим. Вот мы появились, нашелся первый ответ. Он заканчивается в символе D, ABD, шаблон, тот самый первый шаблон, он находится на позиции 7. Нам нужно еще будет позиции сохранить, чтобы начало держать. Но можно по-другому, можно текущий символ, мы знаем текущую позицию I в тексте, символ, который мы обрабатывали, 10. Значит, надо вычесть размер шаблона, получится 7. Дальше тоже надо проверить, что вдруг еще меньше есть. Из DS мы пытаемся пройти по ссылке, а там уже в корне ее значится, нет больше никаких шаблонов, заканчиваясь в строке ABD, в суффиксах ABD. Следующий символ у нас F. Отлично, мы нашли еще один ответ, сразу перешли, сразу нашли ответ, вывели его, и отсюда тоже нужно попытаться перейти по ссылкам. Она, правда, ведет сразу в корень, значит, опять нет. Потом K. Переход по K здесь из F. Вообще никуда нет перехода, поэтому по K в том числе. Пытаемся пойти по ссылке, куда она ведет. Она ведет в корень и пытаемся здесь отсюда перейти по K. Вот здесь нет перехода по K, поэтому мы остаемся в корне. Вот это тот самый как раз дополнение, если бы у нас был переход по K, ведущий сразу в корень, то мы могли бы этот кусок написать, специальную обработку корня. Если нет, если мы находимся в корне, если ссылка ведет в корень, мы пытаемся перейти по символу очередному, а его нет. Чтобы не зациклиться, можно просто из корня сделать специальные переходы, которые ведут в корень. После перехода мы бы в нем оставались. Вот. Пойдемте дальше. Еще раз немножко про алгоритмах Тарасик. В нем вот эти вот пункты, когда мы переходим по символу, пытаемся перейти по символу из текущего узла Бора по символу А, на самом деле можно немножко формализовать. Что именно хочется формализовать? Вот здесь вот, например, когда был переход из символа H по N, то мы на самом деле здесь в Боре такого перехода по N нету, но для работы алгоритма всякий раз, когда мы будем находиться в этом узле, и пытаться перейти по N, мы на самом деле будем идти сюда по ссылкам. Это может быть довольно длительный процесс. Переход может быть довольно долгим. И если мы каждый раз будем ходить по этим ссылкам и искать переход по N, то мы можем тратить каждый раз на обработку одного символа текста довольно много. И хочется здесь экономить. Как здесь экономить? А на самом деле хочется сохранить результат перехода по N для этого символа. Что для этого можно сделать? Можно как раз заводиться до этого функция goTo из этого узла по символу N, и можно ее сразу, этот вот переход из H по N, сразу здесь запомнить. Вот goTo как раз G, точнее, G от S, S, A. GoTo — это будет функция A, это ее значение просто. G от S, A — это переход из узла S по символу A. То состояние, тот узел в Боре, в который можно перейти из S по символу A, который будет переводить наш алгоритм всегда. F от S, я уже говорил, что это собственная ссылка, иногда еще называется функцией неудачи. Почему неудачи? Это потому, что мы ей пользуемся, этой собственной ссылкой, когда пытаемся перейти по очередному символу, по символу A, вот например, здесь же по N мы пытались перейти, не удавалось перейти. Нужно перейти в начале по собственной ссылке. Вот поэтому она и называется еще иногда функцией неудачи. Не удалось перейти по символу, значит пытаемся перейти, использовать функцию неудачи. Вот это суффиксная ссылка. И autotess — это множество шаблонов, которые обнаруживаются перед переходом в S. Мы здесь уже сразу сказали, что мы будем использовать суффиксные ссылки, но вообще можно было бы по-другому действовать. Можно было бы просто в каждом символе хранить список шаблонов, которые оканчиваются в ней. Ну, это неважно. Это функция autotess, мы ее просто обозначим таким образом, а как она у нас будет реализована — это уже наше дело. Просто таким образом с помощью этих обозначений можно описать алгоритм. Такой псевдокод от карасик. Начинаем из корня. И дальше цикл обработки каждого символа. И индекс. Мы смотрим на символ таиты. То есть, пока мы находимся не в корне, мы переходим по суффиксным ссылкам и пытаемся сделать переход из Q по новому символу таитму. То есть, мы пытаемся переходить по суффиксным ссылкам, пока не найдем переход по таитму. Это пока еще не оптимизированный вариант. Это просто объяснение того, как мы пользуемся функцией неудачи, и переходим по суффиксным ссылкам, чтобы найти нужный переход по новому символу таитму. Ищем, 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 и в какой-то момент находим что-то. Либо доходим до корня, либо найдем то место, в котором есть переход. Не в корень. Если он есть, то мы его выполняем. Если он ведет в корень, значит в корень. И дальше мы выводим весь ответ. Здесь, конечно, if можно не делать, просто сделать некоторый print, который предлагает вывод куда-то, куда нам понадобится. Как суффиксные ссылки вычислять? При построении дерева это нужно. Можно как делать? Можно в самом начале их вычислить. Что для этого нужно? Нужно найти самый длинный суффикс родителя. Что такое суффиксная ссылка? Это самый длинный суффикс, являющийся префиксом некоторого шаблона. Как его искать? Если мы находимся в изляку, а для... Можно искать обходную глубину. Допустим, для всех узлов глубины r... Нет, нет, ну какой-то глубины h мы уже построили в суффиксной ссылке. Когда мы спускаемся вниз, еще на следующую глубину h плюс 1, вот можем попробовать для них построить суффиксные ссылки. Для родителя уже построена суффиксная ссылка. И мы ей можем воспользоваться. Она ведет на глубину еще более меньшую, поэтому там тоже уже построены суффиксные ссылки. И что мы ищем? Мы ищем такой суффикс, который может быть продолжен символом a. Вот, то есть мы идем из узла родителя по суффиксным ссылкам и пытаемся найти среди них переход по a. Здесь нет перехода по a. Идем опять с ссылкой, с ссылкой, с ссылкой. И пока не найдем переход по a, мы не успокаиваемся, либо доходим до корня. Как только мы находим переход по a, это означает, что мы нашли самую длинную строку, потому что f от f от r это самое длинное... Мы переходили по всем суффиксам в уменьшении длины от r. И мы нашли такой суффикс, который продолжается с символом a. То есть мы нашли самый длинный суффикс, являющийся окончанием... являющийся... значит, самый длинный суффикс q, являющийся префиксом в боре. Этот переход очень похож на тот переход, который в самом алгоритме афкарасик. Это та самая функция goTo, о которой я уже немножко сказал. Когда мы пытаемся найти переход по a для некоторой вершины, переходим по суффиксным ссылкам, пока этот переход не найдем. Только мы начинаем этот переход не от r, а от, собственно, ссылки от r. То есть это goTo от f от r. И здесь in, а здесь a. Как можно строить бор? афкарасик. Строим бор. В конце каждого слова запоминаем все ответы. Корень зацикливаем по остальшим символам, то, что вначале тоже говорили. Считаем обходом ширину суффиксной ссылки. Так, зачем здесь убирать зацикленность корня? Ну, это если строить только бор, афкарасик. Да, зацикленность... Если только нужно именно бор построить, то нужно в конце убрать зацикленность. Но если дальше используется алгоритм, то там все-таки она нужна, наверное. убрать эту строчку. Время работы может быть больше o от n. Почему? Потому что мы здесь пока не ввели терминальные ссылки. И сохраним ответ, да? И потому что каждый раз, когда мы пытаемся проходить по этим родителям, переходим, 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 и дальше выполняем переход по a. мы можем так... мы можем так... Сейчас у нас в конце будет это оцениваем еще. Сейчас у меня здесь надо... На этот момент надо быть аккуратненько. Так, про сам автомат. Значит, автомат построили. Вот у нас есть вершины бора. Еще раз про функцию go to. Теперь как ее строить? Она возвращается в состояние, соответствующего перехода из состояния s по символу a. Если мы находимся в исходном боре в v и есть переход по символу a в вершину a, то go to – это просто g от v, a. То есть тот переход, который был в исходном боре. Если перехода из v по символу a нет, то проходим по сутиксной ссылке и ищем переход по нужному символу. То есть можно условно написать, что go to от v, a – это go to от f, от v, от a, если из v не было изначальной перехода по a. Вот. На этом будет строиться как раз вторая версия алгоритма авторастика автомата. Мы его будем строить лениво и сразу в решении задачи поиска всех вхождения шаблонов. То есть когда мы будем проходить по тексту, мы только в тот момент будем строить этот самый go to. Что в этом go to нужно? В этом go to нужно уметь получать ссылку. Ссылка выше, по дереву, ближе к корню. И go to будет вызываться от узла, который будет на меньшей глубине. Поэтому это когда-нибудь сойдется обязательно, естественно. вот. И если бы все такие go to уже были построены, то очередная обработка таитова, если нам не нужно выводить ответ, это был бы просто переход по одному ребру в этом самом автомате. Если бы все go to уже построены для всех вершин v, для всех символов, это потребовало бы для каждого символа алфавит дополнительных действий. То есть если бы мы на некоторой глубине h построили все go to для всех возможных символов алфавита, то для того, чтобы построить на следующем уровне, нам нужно было бы для каждого символа алфавита, для каждой вершины на следующем уровне, сделать один вызов от go to для суффиксной ссылки соответствующих вершин, если эти запросы еще не построены. Вот. И тогда заключается за константу, по модулю вычисления суффиксной ссылки, мы могли бы все go to посчитать. И отдельный слайд про длинные суффиксные ссылки. Out, конечно, хранить не надо. Это дорого. Пример какой, может быть. Вот если у нас есть шаблоны, которые много раз друг в друга входят, например, aaa, aaa и так далее, то если мы в тексте находим... То в этом воре, да, у самой длинной подстроки aaa размер ответа был бы 5. Поэтому строим длинные суффиксные ссылки, про которые уже говорились. И это следующая терминальная вершина на суффиксном пути. И в тот момент, когда нам нужно вывести ответ, мы будем проходить сразу по длинным суффиксным ссылкам. Каждый переход по длинным суффиксным ссылкам это либо переход в корень, то есть в константу, да, либо переход на следующий ответ за единицу. Поэтому время работы прохода по суффиксным ссылкам оно будет равно количеству символов текста плюс размер ответа. Четвертая часть этого алгоритма. Код. Немножко кода. Сам алгоритм. Строим дерево. Пока только именно бор, try. Построили. Есть начальная вершина 0. Начинаем обходить по тексту. И внутри будем вызывать только функцию go to. Отдельно go to мы сейчас реализуем. Для перехода из текущей вершины по символу тейтему. Вот мы просто из q переходим по символу тейтему этим самым по автомату. Получается новая вершина. Мы ее сразу в q записываем и выводим ответ для этого q. Как будет устроен переход? Если переход был, то мы его сразу и возвращаем. А если перехода не было, то мы в исходный бор дописываем новый переход прямо в исходный, прямо там, где были исходные переходы по самым начальным символам. Как его записать? Надо вычислить сначала сам go to, как нужно пройти по собственной ссылке и от него перейти по a. Это можно сделать рекурсивно, используя тот же самый go to. И вот в этом как раз и получается у нас ленивое вычисление. Вот здесь переходим к собственной ссылке, она каким-то образом рекурсивно вычисляется. И дальше для этой собственной ссылки делаем переход по a опять же с помощью go to, называя самого себя, но уже для уровня выше. Поэтому кода получается совсем немного. Существная ссылка. Как считается? Если она уже засохранена, если у нас некоторый fcash есть, то мы ее сразу возвращаем. Если нет, то мы его заполним, но кроме в любом случае нуля. Если у нас q это 0 или родители это 0, то можно было бы сразу вернуть 0. Ну и, кстати, можно было бы его сразу записать здесь в кэше, я тоже здесь не подумал, чтобы лишний раз все уменьшить количество проверок, потому что здесь одна проверка, другая проверка, возможно будет. Поэтому, чтобы уменьшить количество проверок, можно здесь сразу бы fcash это было бы записать, чтобы в следующий раз, когда мы придем в эту вершину и это лишний раз не проверять. Вот. И дальше как вычисляется ссылка для вершины q? Надо зайти в parent, надо пойти по родительской ссылке, ой, по ссылке от parent, f от parent и там сделать переход по q. Там картинка была. Переход и вот вопрос, куда нам перейти? Надо во время перехода запомнить, какой символ был при переходе и это на самом деле придется отдельно хранить. Сейчас я картинку нарисую. Да, вот. Чтобы вычислить собственную ссылку для q, надо прийти к родителю и в процессе перехода надо понять, что мы должны потом найти собственную ссылку, через которую будет переход по a. Поэтому нужно для каждого символа отдельно хранить символы, по которым мы сюда пришли. То есть входящий символ. Обычно символ в самом try хранился, по каждому символу был переход и это было либо помните, мне рассказали разоматровали три варианта это либо set в смысле map либо nordred map либо это может быть массив большой размера алфавита. Но здесь придется еще отдельно хранить входящий символ, чтобы когда вы получили родителя, чтобы не искать а где находится наш переход, перебирая все переходы родителя, чтобы сразу понять этот символ за константой. Ну и вот, да, это немножко поясняет различие картинок. Бывают картинки, в которых рисуют символ на ребре, это как бы классический бор. Символ на ребре, по идее, то, что да, но здесь вот на картинке его рисуют сразу внутри, это подразумевает, что переход был по C еще здесь где-то сохранен и в самой вершине этот C прописывается. Еще что хочется сказать про эти переходы, что вот эта функция, так как она рекурсивная, то максимальная глубина рекурсии это длина шаблона. Как мне печально. Шаблоны могут быть довольно длинными. Кто-нибудь может сказать, какой размер шаблона может сломать работу алгоритма? Никаких шаблонов. У нас ах-карасик такой вот рекурсивный не будет работать нормально. То есть будет стек оверфлова. Какой размер стека обычно? Умозрительный. Представляете? Это, конечно, зависит от компоновки. Можно по-разному скомпоновать. Но на винде 1 мегабайт. На 64-битных может быть побольше. Зависит от умолчания некоторого и от компоновщика, если я правильно понимаю. Вот. Ну, грубо говоря, 1, 2, 4 мегабайта. Наверное, один более-менее такой классический вариант. 1 мегабайт, если у нас каждый символ, да, то есть обработка одного символа требует перехода, смотрите, здесь сколько фреймов. Здесь f нужно вычислять и сам go to. То есть здесь в рекурсе при переходе к символу на уровень выше потребуется два вызова функции. если, допустим, f уже посчитан, нет, все-таки один, да, из go to называется go to, если ошибся, извините. Да, получается один фрейм лишний. Ну, на него потратится сколько, да, сколько здесь переменных. 2, g, a, узел, это индекс, это 4 байта, и символ, да, это может, ну, грубо говоря, порядка там сотни или две килобайт и уже закончится. То есть такие срочки по 200 тысяч символов уже могут сломать теоретически этот автомат, ну, конечно, надо тестировать. Это, это на самом деле довольно большие сроки и все хорошо работает. Но когда вы пишете, например, сервер, и у вас используются крутины, там такой, такой радости уже со стеком не будет. У крутины очень маленький стек обычно делают. Вот. То есть там могут быть десятки килобайт, его может сильно не хватить. Поэтому такой алгоритм ленивый. Может быть, не очень подойти к таких целей. Ну, либо его надо будет аккуратно вызвать на отдельном потоке или как-то так. Ну, нужно будет заняться еще синхронизацией. Ладно, это размышления просто были. Поиск подстрок с помощью автомата Карасика, он заключается еще в том, чтобы написать функцию out, но она очень простая. Мы просто берем и переходим по собственным ссылкам терминальным. И вот их тоже можно строить лениво. Если текущая вершина не терминальная, то мы вычисляем терминальную ссылку для текущей вершины и проходим по всем терминальным ссылкам, пока не дойдем до корня. Пока q не равно нулю, мы переходим по терминальным ссылкам. И очередной узел q закидываем в ответ. Здесь термлинк тоже надо бы конечно было бы отдельно еще написать, но он очень простой. Там цикл перехода по ссылкам ссылкам. пока мы переходим мы выполняем переход по ссылке по очередной и когда мы дошли терминальной, то мы ее сразу записываем в массив построенных терминальных ссылок такой же как fcash там терм fcash и возвращаем ответ. Так, с оценкой. С оценкой у нас конечно же могут быть сложности. особенно с учетом ленивых переходов. Давайте подумаем, что у нас есть. На каждый символ текста у нас есть и go to, которые могут быть довольно тяжелыми из-за ленивых вычислений, и переходы по суффиксным ссылкам, и поиск по терминальным ссылкам. Давайте все разложим. Вот ленивое построение у нас в сумме для каждой вершины и для каждого символа будет выполняться не более одного раза. И когда мы выполняем go to для некоторой вершины некоторого символа, то этот go to будет выполняться не более одного раза. Вычислять непосредственно, заходить в свое тело, пока у нас нет его в кэше. И в тот момент, когда мы будем заходить внутрь, мы будем заполнять наш массив переходов для каждой вершины и в рекурсии мы будем один раз вызывать функцию ссылки, отдельно надо еще почитать вычисление ссылок и отдельно вызывать go to для родителей. поэтому go to для каждого символа будет вычисляться ровно один раз и как только он вычислялся, он сразу будет переиспользоваться. А внутри его вычисления мы сделаем только один вызов. Поэтому на каждый символ константы операции. Да, внутри одного go to мы можем сделать много раз, но в процессе вычисления мы еще много раз вычислим для всех родителей по собственным ссылкам. Переходы по этому а. Поэтому для каждого символа можно пересчитать их как для каждого узла и каждого символа. То есть к сожалению перемножение все равно выполняется. Сумь будет не больше чем n умножить на k, где k размер алфавита. ну и по суффиксным ссылкам то же самое. Каждый раз, когда мы вычисляем суффиксную ссылку f, мы либо пользуемся кэшом, либо делаем один вызов f и go to. Один вызов f соответственно приводит к вычислению суффиксной ссылки для родительской вершины, и один вызов go to это мы переиспользуем результат вычисления тех, либо заново вычисляем для тех, кого еще не вычислили. В любом случае на каждый символ, на каждый узел go to вызывается не более одного раза для вычисления, а для speed то же самое для собственных ссылок, для каждой вершины не более одного раза. Проход по терминальным ссылкам лениво строим по одному вызову на каждый вершин убора. Потому что каждый раз, когда мы исчисляем терминальные ссылки, мы проходим по суффиксным ссылкам и тут дополнительно при вычислении мы используем функцию f, которая уже либо вычислена, либо это можно отнести к вычислению самих суффиксных ссылок. Но когда мы переходим f от f от f от f то мы по факту добавляем здесь время работы и получается мы для каждого узла когда считаем терминальную могли бы здесь потратиться. Не хочется этим заниматься. И так как терминальная ссылка не написана так как внутри терминальная ссылка на внутри факта переходит по суффиксным, но можно здесь немножко соптимизировать. Можно сказать, что терминальная ссылка это терминальная ссылка для суффиксной. То есть если она не является если суффиксная ссылка является терминальной, то все это открыт. А если суффиксная ссылка не является терминальной, то для нее нужно вызвать термлинк один раз. И аналогично как мы с следующим рассуждением термлинк будет для каждой и сохранить его результат. Термлинк будет для каждой вершины вызван не более одного раза именно реализация, а не взятие из кэша, и внутри она будет состоять из одного вызова. Все. Получается, в суммарное время, здесь у нас вызова в go-to, здесь на самом деле не очень хорошо написано, здесь будет, а, здесь надо z написать, кстати, n плюс m плюс z, по-моему, у нас было в самом начале, а k у нас это был размер алфавита, поэтому на самом деле n умножить на k плюс m плюс z. Вот. Все. Савкарасик закончили. Пример задачки. Где может быть полезен авкарасик? Ну, в самой задаче поиска нескольких срок одновременно в тексте, либо вот еще есть такой пример, когда мы хотим искать по шаблону с вопросиками. Вместо вопросиков может быть произвольный символ. Как эта задача решается? Один шаблон теперь у нас. Мы хотим поискать все его вхождения в текст. Какие здесь есть сложности? То есть если в тупую подставлять исходный шаблон, то нужно довольно много времени тратить, потому что у него получится n умножить на m. Хочется здесь сэкономить. Разбиваем шаблон на подшаблоны. Здесь вот в этом примерчике есть три шаблона. a, b, d и f, g. То есть те шаблоны, которые находятся между вопросами. Непрерывные последовательности строк. Одинаковые шаблоны, конечно, надо поставить им правильный вес. Можно это зафиксировать отдельно, можно это зафиксировать в самом боре, указав, что для некоторых шаблонов, которые дважды встречаются, что у них должен быть вес двойной. Либо считать количество шаблонов различных. А, ну, там нужно будет просто... Что еще нужно будет? Нужно будет для каждого шаблона хранить индекс его местоположения относительно исходного шаблона с вопросиками. То есть sk, то есть sk это позиция этого шаблона куитова, кукатова в этом исходном шаблоне. s0, 0, s1 здесь будет 3, s2 здесь будет 5. Что мы сделаем? С помощью ах-карасик найдем вхождение всех этих шаблонов по отдельности. Мы можем это сделать за n плюс m плюс размер ответа. Да, здесь есть существенное отличие. Если в тупую искать, то это n умножить на m. А если искать ах-карасиком, то вроде бы линейный становится n плюс m. Но есть еще z, размер ответа. И если у нас много маленьких шаблонов, однобуквенных, например, или двухбуквенных, и которые друг к другу являются суиксами, тогда да, тогда могут быть некоторые замедления, но они, мне кажется, не будут такими критичными в общем случае. Вот. Эти шаблоны, назовем их безмасочными. Вот. Когда есть... И как дальше? Что делать дальше? Самое интересное. Заведем массив c. Картинку зарисовать. Приведем массив c, где мы будем писать вхождение, запоминать, как бы считать те вхождения, которые мы находим. Давайте какой-нибудь пример. Сейчас надо вам все-таки примерчик. Примерчик. Добавить. Так, я вот эту кавычку не закинюю. Какой-нибудь пример. Ну, вот где-нибудь, чтобы у нас был полностью полный набор, полный фарш, да? А, B, D, например. D, A, F, G. Допустим, здесь у нас будет полностью совпадать, что нам нужно. И где-нибудь у нас еще что-нибудь будет. Что у нас здесь может быть? Например, что здесь будет D, здесь будет A, B, F какой-нибудь. D, F, G, D, D, F, G, А где у нас тут такие кусочки встречаются? Ну, они здесь у нас все различные. Здесь нет у нас того, что каждый является суффиксом какого-то. Но давайте мы их немножко разметим. А, B у нас будет зелтенький. А, B, А, B, тут у нас еще сканцы. Ну, вот это. Просто не работает почему-то. А, может быть, и надо парнами. да работает отлично так ну вот мы нашли эти шаблоны которые встречаются в нашем исходном тексте давайте мы попробуем понять как из них собрать строку исходную с вопросиками она у нас так в одном месте здесь реализуется и непонятно как считать вот предлагается завести отдельный массив c то есть f это верхний это текст сверху у нас текст в этой таблице а внизу будет массив c в котором будем хранить как раз позиции найденных шаблонов и помечать вот например мы нашли шаблон абэ да здесь можно сказать что мы здесь нашли один шаблон вот этот шаблон здесь отмышать и один шаблон и вот здесь нашли один шаблон но это не интересно потому что если бы для fg и для d тоже писали бы под ними в начале это было то мы бы тогда все равно нужно было бы что-то делать чтобы собирать нам пришлось бы делать три массива например и потом смотреть а когда там вот единички сходится вот единичка должна быть здесь вот здесь вот единичка и третьем массиве 10 мишка если они здесь входят сюда немножко сдвинуть эти массивы 2 и 3 на позиции расположения этих шаблонов внутри исходного и тогда потом посмотреть а где по вертикали будут единички вот это можно сделать сразу можно выбираем массив с единичками для второго шаблона для d его писать сразу не не под d а сдвинутый сразу на ту позицию на котором находится d пусть единичку писать сразу вот позиции d минус 1 2 3 минус 3 здесь было бы Д минус 3 у здесь была бы единичка ну здесь была бы единичка под этой А вот здесь была бы единичка под этой Б вот эта бxxix была быuler parent f то же самое для fG они находятся на пятой позиции мы бы здесь еще одну идиничку написали и мы бы здесь еще бы единичку у центра вот и вместо того чтобы писать дополнительные единички для каких делать три массива дня то есть притекали, где все единички, можно их сразу скопнуть, писать все в один массив. Можно писать в одном массиве сумму. Когда мы встречаем очередной шаблон, надо посмотреть его позицию относительно в тексте, отнять эту позицию для этого шаблона, для второго отнять тройку, для третьего шаблона отнять пятерку. И в эту позицию не писать единичку, а прибавить единичку. Для шаблонов AB мы это уже проделали, для шаблонов DR. То есть мы здесь прибавляем единичку сюда, сюда и сюда. Вот для этой дешки единичку будет здесь написано, а для этой дешки мы единичку добавляем сюда. Для этой дешки у нас 1, 2, 3, 4, 5. Что-то у меня случилось. 1, 2, 3, 4, 5. А, ну да, вот сюда будет дописано единичка. Вот, все, мы нашли. Мы все шаблоны нашли, все их пометили и надо просто найти ровно те места, те места, где значение массива C равно числу безмазочных шаблонов. Все, это ответ. Время, которое мы потратили M плюс M плюс A, где A – это количество появления всех маленьких шаблонов безмазочных в исходный текст. В конце мы пробегаемся по этому массиву C, чтобы посмотреть значение ячеек. Время получается от M дополнительно. Вроде бы все. Вопросы какие есть? Скажите, пожалуйста, понятно было вообще, в принципе-то? Или что-то осталось им понятным? Но не хочется уже сейчас выяснять. Ну, честно говоря, с фиксными ссылками было не очень понятно. Но, наверное, потом как-нибудь разберемся. Ага. Не очень было понятно, что это такое или как они вычислялись? Оба момента. И то, и другое? Ага. Ну, ладно. Да. Окей. Вопросик. Не может быть пустым символом? Нет. Ну, пустой символ – это ноль, в смысле? Ноль, в принципе, может быть. Это конец строки обычно, в сишных строках. Пробел. А, да, здесь, да, вы правы, да. Здесь не может быть отсутствия символа. Это не совсем, наверное, тот вопросик. То есть не ноль, один символ. Это именно какой-то символ, который просто мы не знаем, какой именно. Да. Да, здесь, может быть, нужно было бы… В регулярных вопросик это либо… Возможно, какой-то один… Либо его отсутствие символа. Звездочка… А, нет, звездочка тоже плохая. Звездочек это ведь много. Не знаю, какой нет символ. Так. Ну, ладно. Всего тогда. Спасибо.